Всем привет! Доходят помаленьку руки до обзоров. И первое, что хотелось бы мне сегодня вам показать, это вот такая вот катушечка. Это катушечка от Сулинои и называется она Dark Wolf Ultra KF50S. То есть это самая маленькая ультралайтовая катушечка. Выглядит она вот так. То есть то, что можно найти за вполне, скажем так, меняемые деньги. Брал за достаточно меняемую цену, но потом начались тут всякие у нас интересные вещи. И цена ее подскочила, я как-то смотрел, доходила до 15 рублей. Потом она начала падать, дошла там до 8, по-моему. А сейчас вот сегодня смотрел, что-то уже 9 с копейками. То есть вот такой, не знаю почему эти цены скачут. Скорее всего, от курса всевозможных там долларов, евро и прочей хрени. Очень интересная, очень приятная. Она у нас снабжена только магнитными тормозами. Магнитные тормоза здесь китайцы сперли у Shimano. FTB, так называемая система. То есть здесь у нас одни магниты. Последствием колесика вся вот эта колодка выезжает. И тем самым утапливается глубже в шпулю. И еще здесь такая интересная штука. Вот эта нет у меня. То есть здесь вот такие, они как две колодочки, они расходятся. То есть принцип такой вроде как, даже можно сказать, у центробегов. То есть при резком забросе колодочки расходятся. И тем самым торможение расширяется более сильно. Я не буду рассказывать по всем параметрам. Я хочу вам просто сказать, что есть такой товарищ. Есть у него канал Михалыч ТВ называется. Вот он там ее разбирает. Хлам вообще. То есть все рассказывает, все показывает. Ну человек соображает. Я в принципе больше, скажем так, пользователь. Шпулька, видите какая. То есть я сначала первый раз, когда вот так вот достал, посмотрел. Думаю, е-мое. У, влезет сюда метр три лески. Что я буду делать? На самом деле, ну сколько я там метров, наверное, пятьдесят. Вот такой загонял. То есть она леска 0,2. И попробовал, ставил вот на эти спиннинги. Пробовал, кидал. Здесь в кабинете в спортзале маленько пошвырял. В принципе, достаточно интересная штука. В руке лежит вообще невесомо. И очень даже приятная вещь. Взял я ее для, как я уже сказал, BFS ловли. Ну, BFS это Байт Финеза Систем. Два часа учил. Далее, что хотелось бы сказать. Осевой тормоз. Микроклик. Фрикцион. Микроклик. Магниты. Микроклик. Здесь есть поющий фрикцион. Очень удобная штука. Мне, если честно, вот я коситься сам потом все ловю, очень этой штуки не хватает. Вот так вот катушечка сидит на спиннинге. Отлично. Как я уже говорил, здесь пробовал, покидал. Вообще здорово. То есть, ощущение, тут можно получать удовольствие даже не от поимки рыбы, а от самого процесса рыбалки. Заинтересовал меня такой вид ловли. Вот тут что-то как-то BFS, который называется Байт Финеза Систем. То есть, это вид ловли, хитрый вид ловли. Интересный вид ловли. Баса вот такими вот кровальтовыми, скажем так, кастинговыми снастями. Ну, так как баса у нас нет, форели у нас тоже нет. Будем ловить окуни, щук. Буду пробовать ходить по переказам с микроколебалками, микровертушками и тому подобное. Ловить ельца. Вроде говорят, что вроде как ясть тут у нас появился. Ну, не знаю, сам я не ловил, поэтому ничего не скажу. Летом посмотрим, как это у меня будет получаться. Набрал там кучу всяких мелких прибамбасов, колебалок там, воблерков и тому подобное. В ВК на странице я все это все выкладывал. Фотографии, в принципе, кому надо больше зайти посмотреть. Как это будет, что это будет, ну, у нас речки вроде уже помаленьку что-то как подтаяло, думаю, может быть там недельки через три, по идее. Ну, как погода будет. Могу, в принципе, уже выйти и попробовать чего-нибудь, может быть без рыбы, ну, хотя бы побросать. Как это будет, посмотрим на летних рыбалках. Очень много, думаю, будет тестов, очень много новинок. За зиму что-то я набрал, там все, по-моему. Посылочек 10 едет. Так что заходите, смотрите, кому интересно. Так что сезон, думаю, будет интересный. Я уже там все прикинул места, где я буду ловить. Новые местечки. Ну, и хотелось бы маленько сказать про упаковку, то есть приехал на вот такой проход коробки. Когда я на нее посмотрел, получается, на почте, да, у меня сразу возникли такие смутные сомнения. В коробке я лежала вот эта коробка и маленько пупырки. Что идет в комплекте? В принципе, ничего, сколько пупыр, тут не идет. Пакетик, который была катушкой. Чехольчик. Взрыв-сцена. Чехольчик такой, ну, достаточно плотный, с алгоритмом цуреное. Ну, думаю, от пыли и грязи защитить, в принципе, катушку сможет, пока она там где-то в сумке лежит. Вот как-то так, дальше какие мысли будут, это уже будем все смотреть на рыбалке. Попробую пока половить лесочкой, потом, может быть, там флюрик попробую, попробую плетенку, то есть к чему-то уши ближе ляжет, на то ловить и будем. А может быть, то на то, то на то. Вот какой-то такой обзорчик, непутевый. Так что, кому будет интересно, заходим на канал периодически и смотрим. Возможно, видео будет именно с рыбалки, с первых тестов уже достаточно скоро. Всем пока!